Продолжение следует... Продолжение следует... Это будут, конечно, основные моменты по стране Израиль, безопасность, безвизовый въезд, отельная база, обратим внимание на культурные моменты в стране Израиль, курорты Израиль. И, конечно, к нам присоединится после моей презентации представитель сети отелей Израиль Жанна Корбов, который нам расскажет про отельную базу в Израиле сети отелей Израиль. Ну и чтобы полноценно познакомиться с такой замечательной стороной, давайте немножко посмотрим видео. Оно очень достаточно такое интересное, активное, насыщенное, оставит вам интересное представление. Сейчас я подключу. Продолжение следует... 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 Здесь очень много применяется мер по охране и защите местных жителей, туристов, которые с каждым годом приезжают в эту замечательную страну. Все популярные туристические места, достопримечательности, святыни, музеи, все охраняется полицией. На улицах можно увидеть молодых людей, даже девушек с автоматами. Даже прилетая в аэропорт Бангарион, где вы проходите паспортный контроль, здесь 100% гарантируется безопасность, потому что сразу проводится паспортный контроль, спрашиваются, с какой целью прилетели, и если они видят что-то подозрительное, они сразу, естественно, проводят дополнительный досмотр, собеседование. Это все действительно очень важно и очень важный момент. Без въезда в Израиль достаточно иметь при себе загранпаспорт, авиабилет туда-обратно, медицинский полис, подтверждение, это ваучер, подтверждение гостиницы. Если клиент летит с медицинской точки зрения, по лечению, то желательно выписку с медучреждения, ну и документы, если потребуются, которые подтверждают платежеспособность. На данный момент при прохождении паспортного контроля выдается специальный вкладыш, который ни в коем случае нельзя терять. Это прохождение паспортного контроля. Этот вкладыш необходимо предъявить, когда вы вылетаете обратно. И этот вкладыш необходимо предъявить при заселении в гостиницу, где она делает отметку, что вы прошли паспортный контроль, что вы являетесь российским гражданином, и дополнительных налогов вы не должны оплачивать. Государство Израиль очень молодая страна, а жители, конечно, все равно чтут обычаи, которые здесь уже пару тысяч лет назад. Самая известная, конечно, особенность – это шаббат, запрет на какие-либо действия в субботу. В шаббат не работают магазины, кафе, рестораны, не ходит общественный транспорт. Это нужно учесть при поездке и при прилете в пятницу, в субботу. Шаббат начинается с захода солнца в пятницу, и поэтому нужно здесь быть внимательным, если вылет попадает на пятницу вечер, или прилет попадает на пятницу, или прилет попадает на субботу. Религиозные праздники в Израиле отмечаются большим размахом, на улицах, в храмах множество людей. Поэтому в период праздничный здесь также надо быть внимательным, смотреть, какие даты поездка планируется у клиента. Если что-то, может быть, даже нужно будет сдвинуть в праздничный период, особенно, например, в период Пасхи. Цены в гостинице, конечно, повышаются, начинаются проблемы с номерами, но всегда можно, конечно, подкорректировать какие-то даты и предложить клиенту альтернативы. Израиль очень толерантная страна, особых таких требований... Сразу вот увижу вопрос. В принципе, если какие-то есть вопросы, вы можете задавать их в чате. Я после буквально презентации возьму некоторое время и с удовольствием отвечу на вопросы. Сейчас вижу вопрос про туристов, про штамповый паспорт после Арабской Эмираты и Ордании. Сейчас на данный момент нет таких сложностей, потому что и Арабские Эмираты, и Ордания – это тоже туристические страны, куда множество туристов приезжает с каждым годом, все больше и больше, поэтому сложностей не возникало. При прохождении паспортного контроля в Израиле могут быть сложности у одиноких девушек, если они летят одни, какие могут быть сложности. Их могут долго допрашивать, спрашивать, с какой целью они летят, что они планируют увидеть, когда они планируют вернуться. Вот такие сложности могут быть на паспортном контроле. Обязательно нужно относиться с пониманием ко всем вопросам, которые задает служба безопасности. Ни в коем случае не шутить, не придумывать какие-то истории, а просто четко, ясно отвечать на все вопросы, которые задает служба безопасности. Честно, что мы прилетели с туристической целью, мы хотим посмотреть страну, мы едем отдыхать, у нас есть ваучер. Тогда никаких проблем на паспортном контроле не должно возникнуть. И как я продолжу, исключением, конечно, являются святые храмы, святые места, где женщины, конечно, должны покрыть голову платком, обязательно должна присутствовать длинная юбка, ну и также соблюдать правила посещения стены плача, также святое место, и проявлять именно уважение к святым местам. Ну, Израиль в любое время года, это действительно так. Погода здесь достаточно комфортная в любой период, конечно, кроме летних месяцев, потому что здесь достаточно жарко. Это туры на Пасху, которые в ближайшее время у нас появятся на сайте в 2019 году. На майские праздники также здесь прекрасные погоды, и для пребывания на Средиземном море, на Мертвом море, на Красном море, здесь уже можно во все купаться. Новый год и новогодние каникулы у нас представлены на нашем сайте, вы можете посмотреть программы. Все заезды там ежедневные, мы подбираем перелеты к нашим экскурсионным программам или к отдыху, который выбирают туристы. Ну и также на нашем сайте представлены круглогодичные экскурсионные туры, которые... Это и экскурсионные туры, и это туры с посещением Мертвого моря, Красного моря, посещение Беземного моря или Севера Израиля. Это все также у нас представлено на сайте. Купальный сезон здесь, в принципе, длится круглый год. Летом можно спокойно с мая по октябрь купаться в Средиземном море, это на курорте Нитания. Ну и зимой это, конечно, на Красном море, на курорте Эйлад. Ну, конечно, лучшим временем для посещения экскурсионной программы это считается весна и осень, так как летние месяцы, конечно, здесь достаточно жаркие, чтобы именно посещать Иерусалим или Тель-Авив, действительно, температура воздуха доходит до 40 градусов. И начнем по достопримечательностям, которые мы здесь немножко собрали, такие интересные, необычные места, которые можно посетить при посещении Тель-Авив. В Тель-Авив, конечно, чаще всего приезжают не только, чтобы посмотреть там город, ну, город, конечно, бизнеса, здесь находится самый главный аэропорт Бен-Гурион, куда у нас прилетают все международные рейсы регулярные. Тель-Авив, он окружен широкими пляжами, расположен на Средиземном море, здесь огромное количество баров, кафе, ресторанов, достаточно очень современный, активный, молодежный город. Здесь также можно найти музеи, кто интересуется культурой, историей города, мирового класса, художественной галереи, театры, оркестры. Например, вот мы собрали для вас, если по слайдам видите, квартал Сарона, где представлены брендовые магазины, бутики, ресторанчики, где можно покушать. Также с набережной Тель-Авива открывается потрясающий вид на город, на пляж, можно погулять по набережной, и также здесь можно посетить древний порт Яфа. Это одна из таких интереснейших экскурсий, где можно увидеть узкие улочки, которые названы в честь разных знаков зодиака. И здесь также представлены разные выставки картин, скульптур под открытым небом и многое другое. Бульвар Ротшильда, дома в стиле Баухаус, небоскребы, пешеходные зоны, сады, залы независимости, все это здесь можно увидеть. Обычно обзорные экскурсии с посещением древнего порта Яфа, она где-то длится примерно 4 часа, групповая экскурсия или индивидуальная экскурсия. Если мы предлагаем групповые экскурсии, то обычно наши туристы забирают из отеля. Это целый автобус, порядка 45-50 мест, автобусы достаточно большие. И в определенное время, которое стоит в программе, в ваучерах их забирают на экскурсии. Желательно быть за полчаса до начала экскурсии и ожидать, когда гид придет за клиентом. Если это индивидуальная экскурсия, то в принципе здесь с клиентами обсуждается время, примерное время начала индивидуальной экскурсии. Здесь с ними работает отдельно машина, отдельно русскоговорящий гид. Все гиды у нас профессиональные, с хорошим знанием истории, культуры, традиций. Также есть экскурсии в мини-группах. Это экскурсии 18-20 человек. Если кто-то, может быть, не хочет ходить экскурсии, не 50 человек, то есть такие мини-группы. Они чуть подороже, чем групповая экскурсия, но достаточно тоже сейчас часто спрашивают покупать эти экскурсии. Желательно всю экскурсионную программу, какие-то дополнительные экскурсии рассматривать здесь уже и подбирать их сразу из Москвы, чтобы у клиента уже была готова программа, чтобы он не искал, не звонил партнёрам, потому что бывает так, что какие-то праздники, выходные дни, и партнёры тоже отдыхают, недоступные, отдыхает транспортная компания, отдыхают экскурсионные, гиды. Поэтому если есть возможность, сразу здесь, в нашем офисе, решить все вопросы с экскурсией и сразу подобрать те экскурсии, которые клиент хотел бы посетить. Музей Тель-Авива, дом музея известный Илана Гор. Здесь он разместился в древнем Японии. Здесь представлено множество её работ. Современный израильский художник, дизайнер, скульптор. Музей также дизайна в Холоне, который является одним из новых выставочных центров страны. Также Тель-Авивский музей искусства и музей Эрец Исраев, где также можно увидеть фольклорные объекты разных периодов истории. Это всё можно увидеть в Тель-Авиве. Отельная база Тель-Авива представлена достаточно объёмно, широко. Здесь можно увидеть гостиницы различной цепочки. Например, это секта Тель-Авив 5 звёзд. Начиная от отелей люкс-категории, заканчивая отелями городскими, которые расположены в центре Тель-Авива. Это 2 звезды, кто едет, например, по каким-то бизнес-поездкам, командировкам. Также Александр Сьют, отель Тель-Авив 5 звёзд. Здесь представлена, конечно, не вся отельная база, а только часть. Поэтому, в принципе, всю отельную базу вы можете видеть на нашем сайте в разделе «Страна Израиль». Карлтон отель 5 звёзд. Это все очень хорошие пятёрки. Давид Интерконзенталь в Тель-Авив 5 звёзд. Дан Тель-Авив 5 звёзд. Ну и, конечно же, все эти отели со своими красивыми открытыми бассейнами, расположены на берегу. Поэтому, в принципе, здесь можно выбирать как-то отдых, если кто приезжает в Тель-Авив на несколько ночей, погулять по набережной. В Иерусалим, конечно, круглый год едут паломники со всех континентов. Здесь множество знаковых для религиозных людей достопримечательностей, так как страна является трёхорегией, крестьянством, исламом, иудаизмом. Конечно, в Иерусалиме здесь не только посещать музеи, какие-то интересные места, а самое главное – это храм Гроба Господня, Стена Плача, мечеть Акса, Купол Скалы. Кроме того, здесь можно увидеть библейские места из библейских хроник. Это все можно увидеть в Иерусалиме. Также в Иерусалиме предлагаются индивидуальные экскурсии, групповые экскурсии, мини-группы, ежедневно групповые экскурсии в Иерусалим. На нашем сайте представлено описание Иерусалима. Экскурсии здесь разные. Иерусалим трёх религий, Иерусалим православный, Русский Иерусалим, описание экскурсии можно увидеть на нашем сайте, на нашем 3wkmp.ru. И здесь представлено несколько мест рынок Махане и Югуда, неклассической достопримечательности Иерусалима, где можно познакомиться с гастрономической стороной направлений, рестораны, кафе. Масленичная гора – одно из важнейших исторических мест. Мишкинотша «Аноним», одно из живописных тоже дорогих кварталов Иерусалима, где открывается великолепная панорама на старый город. В Иерусалиме, конечно, и площадь Амуристан, её отличительная черта – это древний фонтан с колоннами. Здесь также стоит множество кафе, где можно вкусно покушать. Иерусалим, конечно, больше, как я уже сказала, привлекает паломников, кто интересуется историей, святынями. Поэтому в большей степени я бы посоветовала, например, жить или в Тель-Авиве, или в прибрежном городе Винитании, потому что Иерусалим, он больше такой, где множество огромных количеств туристов, групп, очень такой туристический. А здесь так, в принципе, можно спокойно проживать, в Тель-Авиве, в Винитании, на Средиземном море, с семьёй или другие туристы, которые приезжают. По музейным сокровищам Иерусалима, израильский музей, главной музейной кладовой святой земли, здесь собраны древние артефакты, цитадель Давида, который разместил их в старом городе, рядом с Явскими воротами. Город Давида – один из лучших музеев, где можно увидеть исторические тоннели, сюда привлекают множество туристов. И музей-катастрофы – один из таких интереснейших музеев, где представлены личные вещи узников, лагерей, фотографии, фрагменты. Это всё именно здесь можно увидеть, кто интересуется увидеть судьбу во время Второй мировой войны. По отельной базе Иерусалима также здесь немного представлено «Ориентал Джерусалим» из ротель «Пятёрка», «Отель 5 звёзд», «Дан Бутик 4 звезды», «Гранд Корт». В принципе, все эти гостиницы также представлены и в наших экскурсионных программах. Здесь можно выбирать при проживании 4 звезды, 3 звезды. Все гостиницы расположены в центре города, имеют то или иное место расположения, если клиенту необходимо какое-то определенное месторасположение, то мы, соответственно, выбираем эти гостиницы. «Джерусалим Голд», «Леонардо Бутик Джерусалим» – это они также все у нас представлены в групповых программах. Экскурсионные туры одни из популярных, хотя это просто вот малая часть, можно так сказать, экскурсионных программ, потому что представлено их достаточно много, они в разные комбинации, каскады. Начиная от семи ночей и заканчивая двухнедельными турами. По святым местам, Иерусалим, с проживанием в Иерусалиме, в Митане – одна из популярных программ, которую, если едут туристы первый раз, или, например, они были очень давно в Израиле, хотят восстановить и походить по тем местам, когда были давно. Путешествия по Израилю здесь, с проживанием именно в Иерусалиме. Ну и также представлены каскадные программы, это с проживанием на мертвом море, в Иерусалиме. Здесь все заложены групповые трансферы, групповые экскурсии, поэтому цена наших туров представлена на сайте Белизави Перелета. Перелет подбирается, оплачивается дополнительно, поэтому, если какие-то будут запросы, или просто вопросы, вы можете нам написать на почту. После презентации будут мои контакты, вы увидите, если что, пишите запрос по тем или иным турам. Также представлено у нас несколько экскурсионных туров каскадных «Весь Израиль» на 11 дней, 10 ночей. «Земля Питавана» тоже достаточно интересная программа, она отличается по святым местам. Здесь разное количество ночей в Метании и в Иерусалиме, где-то чуть больше, где-то чуть меньше. В Нагалинки неповторимый Иерусалим, 8 дней, 7 ночей, 3 моря в Израиле на 12 дней. Все эти программы, как я уже сказала, представлены на нашем сайте. Цены указаны, цены действительно можно спокойно предлагать туристу. Они у нас, эти туры считаются круглогодичными. Ну и, конечно, Израиль нельзя представить и без морей. Курорты Израиля на Средиземном море, Метане, Тель-Авив, Хайфа. Здесь по погодным условиям прекрасно отдыхают на пляже с мая по октябрь. По развлечениям здесь также и экскурсии по всей стране, отходы начинаются с каждого города, запираются с каждой гостиницы. Это также и различное количество клубов, дискотек, баров, посещений музеев, концертов. Все это можно здесь увидеть. Курорт Метане на Средиземном море. Он также пляжи с золотистым песком расположены под обрызгом берегом. Гостиницы расположены на возвышенности от пляжа. Пляжи есть в пустыне на лифте. Можно спускаться от главной набережной или от главной площади, или по лестнице. Здесь, в принципе, Метане в 30 километрах от Тель-Авива расположено. Здесь и семейный отдых, и для отдых пожилым туристам. Здесь достаточно хорошие есть недорогие рестораны, кафе, бары, что, в принципе, Метане многих туристов привлекает их своим также и спокойным отдыхом на Средиземном море. Отельная база «Вест-Лагун» 5 звезд, «Резиденц Бич» 4 звезды. Все они представлены на берегу моря. Все пляжи в Израиле муниципальные, не принадлежат конкретно какой-то гостинице. «Кинг Соломон» 4 звезды, «Галилл» 3 звезды. Они все также, эти гостиницы, представлены в наших экскурсионных программах. Более также подробное описание вы можете увидеть на нашем сайте. Озеро Кинорет считается самое крупное пресноводное озеро, расположено на севере Израиля. Один из крупных курортов Израиля на Галилейском море – курорт Твери. Здесь также отдых на пляже с мая по октябрь. И здесь, в этом городе, представлены и бюджетные гостиницы, и гостиницы более высокого класса. Рядом здесь находится минеральный курорт Хаматвери. Местные воды здесь обладают большим количеством полезных для организма микроэлементов. Недалеко от Твери находится популярный центр для всех половников. В Ярдане откуда множество приезжает людей, чтобы пройти обряд крещения, окунуться в священных водах Ярдана. Отельная база Кинорет – это отель люкс Заситаси Галилея, пять звезд. Ну и также представлены пятерка Немани. И также другая отельная база, которая также у нас представлена на нашем сайте. Эллад расположен, единственный курорт расположен на Красном море. Это и порт на юге Израиля, и курорт, где, в принципе, здесь круглогодичный сезон. Но для такого более приятного отдыха на Красном море – это, конечно, осень и более благоприятная весна. Здесь и водные активности, и дайвинг, и огромное количество отельной базы, начиная также от пять люкс и заканчивая более экономичным классом отелей. Здесь также можно съездить на различные экскурсии. Из Эллада есть экскурсии, и музей Элладского камня, парк Тин, поездка на Мертвое море, Иерусалим, хотя это будет достаточно тяжело в дороге, но опять-таки отсюда есть экскурсии. Летаем в Эллад мы регулярными рейсами только через Тель-Авив. Мы делаем или стыковку Тель-Авив и Эллад, полететь внутренними линиями примерно 50 минут, или это наземный транспорт, это автобус, это индивидуальный транспорт из Тель-Авива до Эллада ехать примерно 4 часа. Поэтому здесь на выбор туристов как можно было. Конечно, самый быстрый это внутренний перелет, Эллад, 50 минут, и вы уже находитесь на Красном море. Отельная база, как я сказала, Эллад, достаточно широкая. Например, из Ротель-Лагуна 4 звезды цепочки из Ротель, Леонардо Клаб. Я долго останавливаться не буду по отельной базе, потому что по времени, к сожалению, нет возможности, но после моей презентации Жанна расскажет как раз про цепочку из Ротель, где у вас будет поближе возможность узнать про эту цепочку. Роял Бич из Ротель Exclusive Collection 5 звезд гостиница. Все гостиницы расположены на берегу моря со своей хорошей инфраструктурой. Многие отели работают по системе завтрак, завтрак, ужин, все включено. У каждой гостиницы есть свои какие-то СПО, которые сейчас выходят и в зимний, и весенний период. Поэтому следите за нашими новостями. Мы это обязательно у нас указываем и при расчетах, и также выкладываем в раздел новости на нашем сайте. И также в пятизвездочной гостинице Эротс Палас, отель 5 звезд, Дан Эллад. И, как я уже сказала, и в Элладе это не только отдых на Красном море, а также возможность совершить какие-то поездки, отдых и для семьи, для молодежи, для пожилых туристов, которые хотели бы отдохнуть на Красном море. И все это здесь можно спокойно совместить. На Мертвом море соленое и бессочное озеро – одно из уникальнейших мест на Земле, которое обладает своими целебными свойствами. Здесь любят отдыхать и пожилые люди, и семьи, и детьми. Здесь отели готовы принимать туристов круглый год. Сама по себе Мертвом море – это уже достопримечательность, куда приезжают туристы. И даже на Мертвом море любят фотографировать себя с газетой в руках, потому что именно Мертвом море, оно держит наше тело и обмажившись целебной грязью. Отдых на пляже здесь круглый год, но также есть рекомендации посещать это, например, осень, весна, когда благоприятная температура, благоприятный период. Летом здесь достаточно жарко. Отельная база Мертвого моря здесь также представлена цепочками из-за отеля Dead Sea, отель 5 звезд. Все отели также расположены на берегу Мертвого моря. Есть групповые поездки на Мертвое море, которые входят в программу наших экскурсионных туров. Это однодневные поездки на Мертвое море с посещением спа, с обедами. И если клиенты пожелают просто остановиться на Мертвом море, то здесь можно бронировать конкретно отели. Если клиенты летят с конкретным заболеванием, лечением, можно также присылать нам выписки из клиник. Мы это все отправляем нашим партнерам в отели, чтобы можно было в данном каком-то заболевании клиенту помочь. Желательно, конечно, если лекит клиент с точки зрения и лечения, то минимально, конечно, остановиться на 14 ночей, чтобы был хороший эффект. Леонардо Клаб 4 звезды, Леонардо М3 звезды. Все отели прошли реновацию, все очень хорошего уровня. Отели работают по системе завтрак-ужин, так как на Мертвом море не так широко представлена зона с ресторанами, кафе, там, кого, к сожалению, нет, там буквально несколько кафе, и остальное все это на территории отеля. И Израиль не только привлекает и истории, и культуры, но также это пустыня. Скоро на нашем сайте появятся такие интересные туры с посещением пустыни, например, где можно познакомиться с различными маршрутами. Что посмотреть в пустыне, буквально покажу слайд. Кратер Рамон, настоящее чудо природы, Массада, мощная крепость, Национальный парк Умран, местность, которая прославила сцену находки, свитком Мертвого моря, Национальный парк Инавдат, живописное место. Здесь также располагаются руины древнего Набатейского города. Все это можно увидеть скоро на нашем сайте. У нас будут представлены туры. Если кто-то хочет что-то такое интересное, увидеть также в Израиле. Здесь также и представлены отели. Здесь можно сделать несколько ночевок в этих отелях. Вершит из Ротель 5 звезд, из Ротель Рамона 3 звезды. Ну и как же не без адреналина. Это тоже можно все увидеть в Израиле. Это каньонинг в ущелье. Это, пожалуйста, спелеотур, соляную пещеру. Это и воды каньонов. Если у вас есть такие туристы, которые хотели бы экстремально интересно привезти поездку в Израиль, пишите нам на почту. Будем рады побольше в организации этих туров. Очарование севера Израиля. Север – это самая зеленая часть Святой Земли. Здесь живописные пейзажи. Это, конечно, Хайфа, Бахайские сады, Галилея, Цфат, Голландские высоты. Все это представлено здесь, на севере Израиля. Одни из, конечно, главных достопримечательностей севера Израиля. Это также все входит в экскурсионную программу, если туристы выбирают посещение севера. И также в Израиль можно сделать комбинацию с посещением в Иорданию. На три дня, две ночи. Есть групповые экскурсионные туры. Они у нас летают также практически ежедневно. Нужно смотреть, если по некоторым датам. Это и 11 дней, 10 ночей. Проживание в Недане – 8 ночей. И две ночи в Амане. Все также осуществляются переезды и переходы из Тель-Авива. И Израиль и Ордане за неделю. Также 8 дней, 7 ночей. И Тель-Авив с проживанием и две ночи в Амане. У меня по презентации все. Вы увидите мои контакты. Ведущий менеджер и специалист по Израиле Елена Милованова. Я рада была, что вы прослушали презентацию. Может быть, что-то не успела много добавить, что-то акцентировать внимание. Вы увидите на слайде мои контакты. Пишите, звоните. Я буду рада ответить на вопросы. И даю слово представителю отеля и цепочки «Зер-Атель» Жанне, чтобы она также рассказала и про свою презентацию. Добрый день, коллеги. Я надеюсь, меня слышно. Зовут меня Жанна. Жанна Торбилов. И я представитель прекрасной цепочки гостиницы «Зер-Атель». Прекрасной цепочке гостиницы «Зер-Атель», которая расположена практически на всей территории Израиля. Вот вы видите карту. Страна моя маленькая, я израильтянка. Сейчас вот шоу и работаю в Москве. Всего у нас 19 отелей. В цепочку включены отели 4, 5 и 5 Deluxe. Отели, которые входят в нашу эксклюзивную коллекцию, 5 Deluxe, которые входят в нашу эксклюзивную коллекцию. Это значит, что это отели, спортированные ли архитекторы, или дизайнеры были кто-то с мировым именем. И там, соответственно, построены он класса Deluxe, оригинальные картины, оригинальные скульптуры и т.д. Но в нашей цепочке можно найти отель под любой вкус, под любой запрос и по любым потребностям и возможностям туристов. Почему мы вот такие хорошие хозяева наши? Почему из ротели? Из ротели – это, во-первых, у нас качество, которое мы предоставляем, это сервис, это, наверное, что-то где-то одно из лучших, где-то у нас есть конкуренция, но, тем не менее, мы ее выдерживаем, и турист у нас возвратный, то есть, соответственно, вернется к нам, вернется к вам. В каждом номере, неважно, какого класса номер, есть сертификат качества, кто-то находится в туристе, заходит в номер, и на кровати или на тумбочке лежит такое письмецо, в котором написано, что если что-то стоит, такой как страховый поезд, да, в тех стандартах того, что приобрел турист, то, соответственно, он не будет возрожден. И, конечно, говорите своим туристам, смотрите, мы очень хорошие, мы замечательные, у нас есть деньги, у нас хозяева английские, миллиардеры, мы всегда есть человеческий фактор. Надо говорить своим туристам, что, ну, если что-то там, чего-то, ну, объективно, да, чего-то не так, нужно об этом тут же сообщать к минимуму на ресепшн, или принимающей стороне, безусловно, есть представители у ваших принимающих сторон, и мы тут же, в общем-то, делаем так, чтобы турист продолжал свой отдых прекрасно, хорошо, благополучно, и, в общем-то, не было никаких неудобств ни ему, ни иму, ни иму. Так расположено у нас, это мне просто очень новое, на вас сегодня опробуется, это первые, вы первые, кто сегодня смотрит мою новую презентацию, поэтому я сама ее вместе с вами как-то изучаю. Вот так состоит количество наших отелей, основная масса наших отелей это Илак, 8 отелей, 2 в пустыне Негев, 2 на Мертвом море, 2 в Тель-Авиве, 1 в Иерусалиме, 1 под Иерусалимом, Герцлия, и, в общем, север нашей страны. И также мы, в чем еще, как бы, да, наш плюс? Во-первых, ежегодно мы реновируем отели, причем реновация, это не косметическая, реновация, это капитальная, то есть, вот сегодня, наверное, на сегодняшний день, 90, наверное, 8% наших отелей, за последний, вот, 89-й год, что я работаю, получили новую жизнь, да, и полностью отреновированы. Я делаю рассылки, и, соответственно, наверное, и вам они приходят уже от ваших операторов, о том, когда, чего мы закрываем, на какой период, что мы делаем, и как мы продолжаем работать. Как видите, что мы идем вперед, и вот до 22-го года мы должны открыть еще 5 отелей. Что мне приятно сообщить, что до недавнего времени израильские отели и ательеры ставили себе звезды так, как считали нужным, у нас не было официальной звездочности, и вот пару-тройку лет назад был принят закон в нашем парламенте, говорящий о том, что все, кто хочет, даже если вы 8 звезд, вы обязательно должны пройти международную сертификацию и получить на этот сертификат. Мы единственная цепочка в Израиле на сегодняшний день, которая получила сертификаты на все наши отели. То есть все 19 отелей получили международный сертификат, поэтому все, что мы заявляем, все, что мы где-то пишем, я говорю или на сайтах, неважно где, это то, что мы получили совершенно официально. Я вам говорила, что у нас есть эксклюзивная коллекция, вот в нее входит 6 отелей, о них в процессе рассказа расскажу. Тель-Авив. В Тель-Авиве у нас представлены два отеля, первое, которое я буду рассказывать, это отель Исра Тель-Авива, в Тель-Авиве, расположен на первой перековой линии, через маленькую дорогу, класса люкс, отель открыт, построен с нуля, что тоже, как вам представить, дорогого стоит, потому что Израиль – страна маленькая, земли мало, поэтому не каждый может себе позволить, она вся в аренду, ее никакого в Исраиле землю не продается, но не все могут позволить себе такую роскошь, взять, арендовать землю и построить новый отель. Вот мы в Тель-Авиве 4-5 лет назад открыли совершенно новый отель, про дизайнер был немец, в стиле Айтек он построен, вот такой прекрасный бассейн на четвертом этаже, великолепный спа-центр, все есть, то, что входит, ну, роскошный отель, 5+, 5 люкс, эксклюзивную коллекцию входит у нас, проживающий, есть бизнес-лаунч, есть клубные этажи, есть роскошный спа-центр, как я вам сказала, подземная парковка, ну, все, что присуще, дорогому, хорошему отелю, есть в этом отеле. Те, кто проживает на клубных этажах, Лена, вот я вам говорила, что пляжи, или вообще все пляжи в Израиле, они муниципальные, но там, если на юге, я тоже буду рассказывать про Иллати, на Мертвом море мы берем в аренду и как бы предоставляем, да, они считаются нашими как бы частными, да, то в Терравии уже такой роскоши нет, зонтики-лежаки за дополнительную стоимость, приблизительно 18 шекелей на целый день. Зонтик-лежак, это где-то на 3,5, на 3,7, если разделить, получите, где-то 4-5 долларов. А те, кто проживает на клубных этажах, у них, да, есть ваучер, номер, который они могут обменять на блюдах, лежак, как видите, бизнес-лаунч, роскошность пациентов. Второй отель, который у нас представлен в Тель-Авиве, это отель Тауэр, такая вот высокая башня, кукуруза, как мы ее называем. Те, кто заезжал в Тель-Авив, видно его отовсюду, отель, он расположен как бы на второй линии, но здесь нету всей этой новой картинки, еще не привыкнут. Но через буквально две такие маленькие односторонние движения, то есть до пляжа, там, ну, я не знаю, метров, ну, не знаю, он, наверное, тоже не будет порог перейти, и вы попадаете на прекрасный пляж. Фишка отеля в том, что на 30 этаже вот такой роскошный бассейн по всему диаметру, отель круглый такой, по всему диаметру бассейн с видом на Тель-Авив. У кого нет флории, добро пожаловать. Что представляет собой этот отель, получил М4+. До недавнего времени отель составлял собой только двухкомнатные апартаменты с кухней, но два года назад немножко решили поменять концепцию, на клубных этажах оставили апартаменты, очень классно, там две большие комнаты, кухня, и, в общем, там посуда, печка, микроволновка, да, удобно, те, кто приезжает с детьми. Все отели в Тель-Авиве, они работают на базе завтраков, потому что набережная Тель-Авива располагает таким огромным количеством баров, ресторанов, кафе, на любой кошелек, на любой вкус, все это очень вкусно, на улице поиграли, можно кушать все, там никто не травится, для того, чтобы открыть точку питания, нужно пройти огонь воды и мирные трубы, вот, поэтому, как правило, отели все работают на завтраках, а уже дальше туристы гуляют, они на экскурсиях, они на море, пробуют разноцовывать, знаете, как мне иногда спрашивают, где покушать израильскую еду, нет такого понятия израильская еда, потому что Израиль, очень много выходцев со всего мира, да, еврейского происхождения съехали в Израиль, это будет французы, марокканские, евреи, испанцы, каждый привез свою культуру, свою еду, и вот, естественно, есть средиземноморская еда, это вот все морские гадости, да, знаете, что это, постановлюсь немножечко, скажу вам такой вот нюанс, это вещи, которые нужно знать, это вещи, которых нужно предупреждать туристам. Во всех наших отелях кошерное питание. Что такое кошерное питание для туриста? Кошерное питание для туриста, это на завтрак не будет ничего мясного, естественно, не будет свинина, морепродуктов и все, что не входит в Далмут, кашлот, На ужин не будет ничего молочного. Поверьте моему опыту, ну и те, кто был в Израиле, со мной согласятся, что в Израиле питание – это национальный спорт. Любой праздник, любое мероприятие, все праздники религиозные, с чего они начинаются, и столько среди линий, и сколько, что можно кушать на этот праздник, да, то есть блюдами. Поэтому голодным никто не останется в Израиле. Наоборот, нужно хорошую диету потом садиться. Но вот это, знаете, если турист привык на завтрак кушать сосиски, беконы и т.д. и т.п., бутерброд с колбасой, этого не будет. Но огромный выбор, огромный выбор салатов, тварагов, яиц, блинчиков и много-много чего другого. Сейчас даже не перескажу. Выпечки. Что, в общем, поверьте, просто, кто не был, добро пожаловать, обязательно приезжайте попробовать, кто был, со мной согласится. Вот, вернемся к нашему отелю Тауэр. Да, вот, оставили на верхних этажах вот эти двухкомнатные апартаменты. А на более низких этажах, что сделали? Взяли эти апартаменты, разделили, сделали стандарт, стандарт Делакс. Раньше этот апартамент состояли из двухкомнат. Спальня с большим окном и салон, зал с балконом. Сейчас это стандарт, это с большим окном и стандарт Делакс, это с большим балконом. Да, то есть у нас есть стандарты 2, 2 плюс 1 и, соответственно, Делакс Торсана. Есть конференц-залы во всех наших отелях. Да, мы принимаем и Майс, мы принимаем и группы, мы, любой каприз. Единственная всегда моя просьба, мы предоставляем, кстати, о питании, любое питание. Не всегда это, когда вы спускаетесь на завтрак, это будет, как бы, видно. То есть если у вас есть туристы с определенными запросами, пожалуйста. Или это с маленькими детьми. Мы все предоставляем. Гербер и памперс, все это бесплатно. Единственная просьба всегда заранее об этом говорить, об этом писать, для того, чтобы отель был подготовлен. Потому что если турист приедет, и мы все это сделаем, но опять уже будет какой-то дискомфорт, потому что у людей есть аллергия, у людей есть заболевания. Все делаем, все готовим. Единственное, что всегда прописывайте, возьмите мои контакты, они есть в открытом доступе. Пишите мне, я всегда напишу в отель. Не стесняюсь, для этого я нахожусь здесь, в России. Далее, далее мы выдвигаемся чуть-чуть севернее. Есть у нас, выезжая из Тель-Авива, ровно километров 5-7, такой городочек Герсли называется. Это такое, Герсли раздавлено на две части, есть более такая, ну, как вижу, вот, обычные рабочие люди. И с левой стороны, так я это называю, да, с основной трассы, это зона, где расположена такая а-ля Рублевка, как у вас тут говорят, да, пешенебельные виллы, дорогие спальни, такие районы, деревушки. И часть этого, вот, этой зоны расположена там хай-тек технологии, да, такая маленькая силиконовая долина. И вот в прошлом году мы открыли, вот, в районе зоны этой хай-тек технологии, но тем не менее, вы видите, вот этот седьмой этаж, вот это бассейн на седьмом этаже этого отеля, называется он паблика, да, публичный такой. То есть идея его, конечно, была, там, чтобы бизнес провести, те, кто приезжает по бизнесу, могут, там, прекрасно, большой такой спорткомплекс, то есть это не просто, там, тренажерный зал, а туда продают, как фитнес-центр, да, и абонементы для того, что те, кто здесь работает, те, кто приезжает с ним по работе, могли бы там много переговорных комнат, неформально пообщаться, но это все замечательно, те, кто приезжает по бизнесу, те, кто приезжает. Отель мы этот открыли ровно год назад вместе с сетью Marriott, то есть он у них стоит в их продажах, их Autograph Collection, да, очень клёвый. И вы видите, 800 метров до моря, с балкона в море видно, и с номеров море видно, то есть до моря, ну, не знаю, ну, минут, там, 10, наверное, пешком ходить, если. Еще, мой взгляд на этот отель, это в не морское время, да, то есть это где-то с ноября по апрель, экскурсионная программа, прекрасный отель с хорошей ценой, он, да, чуть-чуть дороже, чем Наталья, но мы вообще цепочка, позициируем себя такой, достаточно класс высокого, поэтому у Наталья он более такой дешевый отдых, мы там не представлены, не знаю, ли будем представлены, но вот он дороже, чем Наталья, но дешевле, чем Тель-Авим, и это та же доступность для Тель-Авим, да, это 5 километров, понимаете, что это недалеко доступность до моря и прочее. Вот такие стильные номера, вот тут вот, не знаю, есть это, стрелочка или как, ну, не важно. Вот такие вот, если вы видите на нижнем слайде стильные номера, и из окошечка как раз видно море, сверх верхний слайд показывает вам лобби прекрасное, там подается завтраки, участили, сделаны в слайде, там стоят такие, как, знаете, шкафы, как полки, да, шкафы, и в них выставлены еда утром. Вы как из, не знаю, как серванты достаете разновидности, там, завтрак. Очень прекрасно. Расположен он, выйдя из отеля сразу, очень много, так как это, ну, вот, зона бизнеса, там, ауновский ресторан, магазинов, баров, клубов и т.д. и т.п. Вот с центром мы с вами как-то разобрались. Немножко я буду так хаотично. Переберемся в Иерусалим. В Иерусалиме мы в прошлом году, также вот мы в прошлом году открыли два совершенно новых отеля. Еще вот наша новиночка, мы открыли отель Ориент, из отель Ориент эксклюзивной коллекции. Что мы сделали? Вот на вашей картиночке, с левой стороны, одно из зданий. Мы взяли вот таких два исторических зданий. Это здания времен Тамплиеров. Взяли мы их в аренду. В них сделали номера. Достаточно пристроен основной корпус к нему. И получился вот такой вот очень классный отель. Очень классный. То есть в основном комплексе у нас вот верхний слайдик. Такие вот номера выдержаны в колониальном стиле. Такие медные раковины, медные ванны стоят. А в этих исторических зданиях, да, номера уже более такого исторического, ну, как сказать, вы попадаете в великолепные ветки, их называют, там, с пологами кровати. Очень здорово. Здесь отель, у которого есть закрытый бассейн. В Иерусалиме, я даже не знаю, если есть у кого-то. Закрытый бассейн на нижнем слайде, на верхнем слайде. Открытый бассейн с видом на старый город. Находится отель в немецкой колонии. Немецкая колония, это я шла, была там декабресом, лично отдыхала, инспектировала его. Шла до входа в старый город, но медленным шагом заглядывая в магазинчике 15 минут, прогуливаясь по Иерусалиму. То есть вот вышли, налево повернули, и через, не знаю, километр, полтора, ну, минут 15 я шла до старого города. Вот, это все пешая доступность, это роскошный, прекрасный, очень красивый отель. И знаете, что там сделано? Очень интересная фишка в ресторане. В ресторан вы приходите, вас встречает как бы экскурсовод. Так как в Иерусалиме много конфессий, то сделали каждый уголок присущий арабам, армянам, грекам, любой конфессии, европейским евреям, восточным евреям. Они проводят экскурсию, показывают, значит, что вот тут вот так, вот тут вот так, и после этого вы уже приступаете к трапезе. Очень вкусно, очень вкусно. Вот такая вот новичка у нас открылась. Недалеко по дороге с Тель-Авей в Иерусалим, не доезжая 10 километров до Иерусалима, у нас есть, 5 лет назад мы открыли тоже новый, это спа-отель, ну, это как бы, да, такая, желаю вам побольше таких туристов. Называется он Крамим. Крамим – это виноградники, находится он в зоне Иерусалимских гор, где выращивают виноград и находятся в частном виноделе. Это единственный отель в Ирайле, где есть винотерапия, да, джакузи с вином, вино рядышком, на косточках винограда, затем делают массажи и скрабы. Такие прекрасные номера с видом, то есть те, кто хочет насладиться Иерусалимом и побаловать себя такими процедурами, дегустацией вина. 10 километров от Иерусалим совершенно недалеко, да, могут утром пожаться Иерусалимом, после обеда наслаждаться балованием себя в отеле. Разные виды. Здесь мы детей, правда, 10 лет не сели, но дальше, в общем, все хорошо. Север страны, быстро здесь скажу, здесь у нас есть «Не доезжай хайфы» спа-отель. Почему о нем рассказывают здесь все-таки на презентации, это опять плюс, эксклюзивная коллекция, это те чисто спа-отель, потому что сейчас очень модные программы, детокс-программы по всему миру. Вы знаете, что в Израиле она есть? Она есть в наших отелях. Здесь пила, то есть здесь далеко там не уйдешь. Шеф-ковар, диетологи. Вы построили, в общем, программу недельную, двухнедельную с проживанием, с процедурами, с диетологами, с питаниями, оздоровительной или детокс-программой. То есть если у вас есть такие туристы, заинтересованы из таких программ, вы знаете, что в нашем отеле, в нашей цепочке есть такой отель, который предоставляет такие вот услуги. Ну, теперь будем спускаться вниз, и более для вас узнаваемые, услышанные отели. О них я расскажу. Это под полетной программу, кого есть, под отдыхи и семейные, и таки Мертвое море. На Мертвом море у нас два отеля. На Мертвом море действительно два самых лучших отеля, которые представлены на Мертвом море. Исротель ДТС 5+, и Исротель Галин. Безусловно, те, кто работает, продает Израиль, слышали и знают о наших отелях. Исротель ДТС, первая перекова линия, через маленькую дорогу, с 297 номеров, с дип-этажами, с бизнес-лаунчем, со спа-центром. Вход в спа-центр бесплатный. Что входит в спа-центр? Это бассейн с морской водой, джакузи, сауны, и там расположены много комнат процедурных, соответственно, процедуры уже за дополнительную плату. Что такое Мертвое море вообще? Мертвое море – это очень классное место, на мой взгляд, конечно, субъективно. Но, знаете, на Мертвое море приезжают люди или на 2-3 дня релакс, чтобы понять, посмотреть, что это, как это. Побаловать себя вот этими вот процедурами Мертвого моря, или же на длительный период на лечение. Но Мертвое море – это не панацет всех болельщиков. Это очень осторожно нужно к этому вопросу. Если есть туристы с какими-то более сложными заболеваниями, онкологии, сердечные заболеваниями, давления, обязательно, обязательно нужно консультировать. Там не все можно находиться, или можно находиться, но не длительный период. Там минус 400 метров на уровне моря, там бром в воздухе, там все спокойные, как удалые, там вся таблица Неделеева, поэтому обязательно консультируйтесь. Но, приехав туда, получайте массу удовольствия, получая вот такие процедуры. Плюс, да, то есть, если что, что я низко отвлекаюсь к гостей, мне хочется доносить такую информацию, чтобы вы были подкреплены и знали, как и что это работает. На Мертвом море, да, не панацея от всех болячек, уже повторяюсь, что лечится, или там такая, типа, физиотерапия, да, ремиссия на длительный период, на год, как правило, у людей больных с цариазом, например, страховая компания Германии оплачивает больным цариазом лечение в Израиле, не в Иордании, несмотря на то, что не потому, что в Иордании хуже, а у нас там лучше или наоборот, нет. Просто с нашей, со стороны Иордании проходят источные воды, поэтому концентрация нужных солей, она с нашей стороны, ну, вот, нужная для получения ремиссии больных кожными заболеваниями, ну, цариазом, плюс суставы, нервной системы, астмы. Вот такие вот болячки лечатся здесь. Есть в наших отелях врачи, с которыми можно получить консультацию, ну, а в клинике тоже, вот, компания КМП, безусловно, организует клиники существует, есть даже на территории нашего отеля клиника президент Свет, но мы, это не наша клиника, она просто снимает у нас территорию. Прекрасные номера, отель проходит сейчас реновацию, будет в зимний период, на пару недель закрыт, на шумные работы, затем эти два этажа, которые будут проходить, будут реновироваться, будут закрыты, ну, а отели продолжат свою работу. Зонтики, лежаки, здесь уже я буду вам говорить, что, как бы, пляжи наши частные, зонтики, лежаки, входят в стоимость услуг на пляже, водичка, душевые, все это присуще, все это есть, и можно этим пользоваться. Второй отель на Мертвом море, отель Ганин, 4 звезды, 4 плюсов у нас получил, вообще, очень классный отель, я вот тоже очень люблю, вот такое прекрасное лобби, видите, все, оно в селе библиотеке, сделано с видом на Мертвое море, прекрасно, естественно, да, что касается, вот что еще, обязательно важный момент про Мертвое море, что на Мертвое море, если едут туристы, на длительный период, обязательно, и с детьми, обязательно предупреждать, на Мертвом море нет особенно, то есть там, там есть 15 гостей, и больше там ничего нет, там не живут люди, не живут в соседнем городке, минут 20 езды, там нету развлекательных, увеселительных, ни торговых центров, ни мероприятий, ничего, все на территории гостиницы, поэтому детям особенно заниматься нечем. Дальше, второй вопрос, питание на Мертвом море, мы берем как минимум полупенсион, как максимум, все что дает гостиницы, потому что тоже, все на территории гостиницах, у меня есть Макдональдс, есть какая-то там садигалка, вот, ничего такого там нет, знайте, предупреждайте, да, чтобы вам там турист не сказала, вот я приехал с ребенком, на две недели, а ему тут скучно, ваше дело предупредите, решение будет уже за туристом, вот такие прекрасные номера, лобби роскошные, очень красивые, что касается пляжа, значит, вот если вы видите в окошечко, здесь два варианта, или перейти дорогу на городской пляж, или от дверей гостиницы, до нашего частного пляжа, но они расположены метров 150 друг от друга, но, тем не менее, жарко, тяжело, не важно, от дверей гостиницы, до лежака на пляже, до тех, ходит такое, как маршрутка, мини-автобус, который, ну, кажется, там 10 минут, сколько ему берет, забрать, отвезти, привезти, забрать, отвезти, привезти, то есть тоже не составляет какого труда, и туристы не, например, и вот, походу, жаркий период. Спусты, когда мы, допустим, едем с Мертвого моря, вылаты, леса, Иерусалима, вылата, вылата, есть, Лена Пешковарила, такое место, пустыня Негефер. В пустыне Негефер расположился очень уникальное место, кратер Рамон, это, естественно, образовавшийся кратер, и вот наши хозяина непокойные, там был очень креативный, дядечка, очень любил Израиль, приехав сюда, Бед Льюис сказал, что вот он, нужно здесь построить отель, и мы построили отель в пустыне, называется он Барышит, Барышит, это начало-начало, первая глава Туры, там когда-то проходил путь благовоний, везли специи с Азии в Европу, вот на кратере построил вот такой отель, состоящий из 111 шале, с прекрасным бассейном, который, вот эта картинка верхняя, если вы видите, недавно, в марте, в апреле месяце, в международном журнале, получил премию «Самый красивый бассейн Мират». Таких отелей два в мире в пустыне, в Эмиратах и у нас, 111 шале, он сказал, все первые этажи с персональным бассейном, ну, прекрасный ресторан, куплакон, прекрасный спа-дроцентр, что еще можно сделать? Это немножечко другой отдых в Израиле, да, то есть, два-три дня, на мой взгляд, да, вот такие архары, вы видите, это занесены эти козлики в красную дни, они там гуляют, между гостинствами, частые гости, что, чем, чем можно позаниматься, что, что за отдых, вот в пустыне Негиб, это джипы разных уровней, это велосипеды экстрима разных уровней, это есть экскурсия при луне, повинуты грибам, есть на воздушном шаре мы опускаемые в кратер завтраком, стрельба из лука, ферма, где выращивают альпак, можно погулять там, есть семьи бедуинов, которые проживают с удовольствием, примут вас в гости, посмотреть, как проживает этот народ, вот такой вот немножечко другой отдых, далее, вот рядом с этим отелем, если у вас есть турист, который хочет такой отдых, но бироши для него достаточно будет дорог, ровно через дорогу, у нас есть еще один отель, называется он работ, это четырехзвездочный отель, состоящий из апартаментов, трехкомнатных, с кухней, с рестораном, вот с таким вот прекрасным камином, очень уютная остановочка, с бассейном, вот такие вот номера нижние, верхний это бассейн, то есть если у вас, и он более доступен ценовой категории, есть такие туристы, есть такие группы, пожалуйста, присылайте, и они получат массу удовольствия от вот такого чуть-чуть другого отдыха, этот ресторан, лобби этого отеля, «Рамон» и называется, «Велосипедисты», вот видите, у меня тут написано, и мы даже, если они выезжают на экскурсии, на велосипедах, на джипах, мы готовим им еду, упаковываем с собой, очень классно, можно провести там время. Элат. Элат здесь круглоплодичный курорт, 8 отелей представлены у нас в Элате, представьте себе приблизительно картиночку в голове, что такое Элат, вот вы едете, вот этот вот ромбик, вниз приезжаете, это маленький городок курортный, 9 улица, один дом, как я говорю, разделен основной трассой, с правой стороны дорога, которая идет туда, граница с Егитой, там правая часть города, живут и работают люди, левая это туристическая зона. Просто, чтобы вы понимали, в Элате первая, вторая, 25-я линия, это самый дальний у нас один отель, который расположен от моря метров 800, до него идти там минуты 10-15 спокойным шагом, поэтому, а вторая линия, это ровно от 50 метров от моря. Они настолько хаотично расположены на отеле, что там невозможно сказать, где первая, где вторая, где третья, и так далее. левая линия. Значит, флагма нашей цепочки, если ты, Роял Бич, Элат, 5 плюс, 361 номер, с видом, все номера, с видом на залив, это залив Красного моря, вот такой роскошный, первая береговая линия, что такое, первая береговая линия, в Элате для всех отелей, это отель, вот с бассейном, потом идет там пеший променант, и затем уже пляжная зона. Здесь у нас тоже свой частный пляж, зонтики, беззараки предоставляются в стоимости пакета. Здесь, значит, Элат, я скажу общую информацию, все бассейны Элаты и Мертвого моря в зимний период подогреваются, во всех отелях Элаты и Мертвого моря есть спа-центр, тренажерный зал и детские комнаты, что еще, во всех отелях вообще нашей цепочки, бесплатный интернет на всей территории, будь то номера, будь то общественная зона. Такой вот роскошный, красивый лакшери отель с прекрасным спа-центром, тоже проходит сейчас соревноваться в зимний период, еще один этаж, мы еще, я думаю, годиком и закончим, и мы принимаем, есть конференц-залы до тысячи человек, трансформеры, группы разных видов, разновидностей, пожалуйста, добро пожаловать, бизнес-лауч, спа-центр с нашей цепочкой, отдельный, наших эксклюзивных коллекций, у нас немножечко более такая, спа-центр более, ну, так же. на территории отеля есть пять ресторанов, все, кто приобретает кого-пансион, могут сделать небольшой апгрейд, поужинать в одном из ресторанов, на территории отеля самый знаменитый ночной клуб «Три обезьяны», который мы приводим, ежегодно шоу, даже не шоу, а какие-то группы из Европы, из Америки, которые сезонно прорабатывают у нас с своей программой. Дальше, ровно через метров 20 от отеля, за ним, расположены два отеля, о которых сейчас буду рассказывать, это семейного направления, пятизвезд, это отель Royal Garden, фишка отеля в том, что на вашей картиночке есть у этого отеля, это, во-первых, отель, чем разница Royal Garden от King Solomon, это пятизвездочный семейный отель, в том, что во-первых, этот отель состоит из апартаментов, двух-трех комнатных фишков, все в том, здесь, что мы расселяем в стандарте большую семью, 2 плюс 2, 3 плюс 2, с полностью оборудованной кухней на 4 персоны, то есть сковородки, посудомойка, вытяжка, сковородки, ложки, вилки, кострюли, все, что нужно есть, также он работает на базе завтраков, отель Пмешкар, вот еще, я хочу вам сказать, что это бассейн, одна из его фишек, в том, что у него один из бассейнов, есть бассейн с морским песком, да, что нужно детям, залив красного моря, круглый год, одной температуры, 22-24 градусов, ну, кому-то прохладно, кому-то комфортно, но, тем не менее, утром сходили на море, после обеда не хочется, что нужно детям, детям нужно водичка и песочек, чтобы строить свои песочные замки, вот здесь родители могут отдыхать на бассейне, с коктейлем в руках, а дети играться и плавать в таком бассейне, как море, да, и, как раз в зиме период, этот бассейн и подогревается. Двух-трехкомнатный апартамент, как я вам сказала, очень красивая территория, отдана под зоны, горки там есть водные, много тропической зелени, работает аквапарк, видите, написано, что распалон, ну, это не аквапарк, а такое, как, понятие, там, не знаю, турецкий, вообще, отдых Израиля, не, 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 боже упаси, сравнивать ни с Турцией, ни с Египтом, ни с такими странами, у нас более европейзированный отдых, он немножечко, он другой, не немножечко, он просто другой отдых. Вот, такой бульвар, значит, к этому отелю пристроен торговый центр с брендовыми магазинами, и лап, это зона беспошлиной торговли, там нет НДС, поэтому еще замечательный шопинг, который можно насладиться, плюс к этому отелю, у нас пристроен наш статор, который мы ежегодно привозим в шоу ВАУ, и, естественно, всем проживать, очень красивое шоу, достойное внимания вашего, все, кто проживает в наших отелях, имеют там 50% скидку, насколько я знаю. Второй отель, они находятся друг против друга, называется семейного направления пяти звезд, если, например, Кинг Соломон, 418 номеров, есть VIP этажи, есть бизнес лаунч, почему семейного направления, потому что на территории, ну, во-первых, несколько видов тоже бассейн, на территории отеля есть, если вам так сказать, везде есть детские комнаты, здесь, а здесь есть такое большое, по нашим меркам, израильским, детское пространство, детское царство, в котором расположены разные и театральные представления происходят, с вами PlayStation, и интерактивы, и, в общем, да, много уделяют, и дети уходят туда, и целый день их не видно, и не слышно. Отель прошел виноват, по-моему, еще за последние несколько лет, и вот такие вот номера на ваших экранах, да, стандартные, прекрасные, новые, чистые отели, в пяти минутах все, в пяти минутах ходьбы от Монте, буквально вышел, и вы на пляже могут пользоваться нашим пляжем, на Ролбичи. Отели семенного направления 4 звезды, которые работают на базе All Inclusive, это спорт и лагуна. Разница, оба отеля прошли реновацию, оба отеля очень классные, разница в том, что спорт, он более спортивный, он более шумный, здесь полуолимпийский бассейн, здесь сквош, баскетбол, мини-футбол, самый большой тренажерный зал, все это All Inclusive, теннисные корты, не нужны дополнительные платы, здесь все время конкурсы, соревнования достаточно шумно. Лагуна же, это вот такие вот номера, лагуна же напротив, да, там поел, поспал, поел, поспал. Если ваши туристы, проживающие в лагуне или в любом другом отеле, хотят поиграть в теннис, они могут воспользоваться нашим оборудованием на и в спорте, и если они должны будут заплатить дополнительно какие-то там проплату за аренду. Дальше, лагуна, как я вам сказала, тоже прошел полнейшую реновацию, ну и здесь вот покушал, очень вкусно, завтра, да, вот что еще, вот что еще, очень важный момент, на мой взгляд, были претенденты, акцентирован на это внимание, что такое All Inclusive у нас, у нас в Исротеле, в Израиле в Исротеле, не знаю как ни у кого другого, значит, у нас горячий завтрак, обед и ужин, расположены бары, эти холодильники, перекусы, мороженое, пирожное, детское, напитки, включая пиво, без ограничения, что касается спиртных напитков, они с 4 часов в бар, то есть если вы идете на ужин, вам хочется выпить вина, вы должны пройти мимо бара, вам нальют, не знаю, бокал 2, как это происходит, не очень в курсе, но если нужно узнать, вот, и такие вот, все, тут все сказала вроде бы, не забыла, да, прекрасный отель, тоже расположен, буквально там, вот, в 5 минутах ходьбы, все они, вот все отель, которые, раскают, находятся на маленьком пятачке, от, 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 от Красного моря, дальше, дальше, есть прекрасный, молодежный, вообще, очень крутой, очень классный отель, называется он Агамим, Агамим, это озера, в переводе с иврита, вот, видите, вот так вот он, расположен буквой П, все первые этажи, с персональным выходом, такое, он состоит из, бассейна центрального, и по, по периметру, вот так вот, по букве П, П пролегает такая лагуна, и все первые этажи, вот, если вы обратите внимание, у вас тут номер, затем балкончик с лежаком, и вы можете, вот, прямо из своего номера, спуститься в эту лагуну, прокрыть бассейн, вернуться, закрыть занавесочки, и отдыхать, все вторые этажи, с балкончиками, очень много, тропической зелени, он очень такой романтичный, вот от этого единственного отеля, минут 10-15 ходьбы до моря, он не на первые, не на вторые, я даже не знаю, на какое онтомление, напротив него расположен большой торговый цель, в котором есть каток, ну, нашим туристам этим может не удивить, но, тем не менее, там есть каток, и окружен каток, и различными магазинами, сетевыми, сетевыми, как бы, завтрак, видите, подается очень длительный, до полудня, и можно, там он, там у него расположен, сам ресторан, на бассейне, в общем, массу удовольствия можно получить, находясь в этом отеле. Следующий мой рассказ, будет о отеле Ямсуф, это единственный отель, который расположен у нас, на коралловом побережье, залив Красного моря, расположен на два побережья, северное и южное, северное это, ну, песочек и ничего, и залив, южное это коралловое побережье, там у нас расположен на один отель, четыре звезды, очень классно, тоже прошло реновацию, первая бельковая линия, фишка в том, что на территории этого отеля самый знаменитый дайвинг-клуб, дайвинг-клуб Манка, с разрешением пати, то есть проходит трехуровневое обучение, на суше, затем вот там в конце последний бассейн, специально для тренировок дайвингов, и выходит уже в море, зонтики, лежаки входят в стоимость пакета, очень здоровский, очень классный отель, с правой стороны у вас вот здесь вот свиты расположены, и номера с выходом на бассейн, и основной корпус, где вот такие вот номера, да, очень красивый лобби, тоже зелень, и он очень пользуется спросом на российском рынке, вот немножечко, видите, клуб Манка, который мы предоставляем, наше обслуживание и обучение. Последний отель, который остался у меня в Элате, это отель, называется он Ривьера, находится там же, где наши все отели в 5 минутах от моря, это хит-сезон у последних нескольких лет, это отель-апартамент двухкомнатный, но здесь уже в стандарте, они маленькие апартаменты, здесь мы селим 2 человека, это отель эконом-класса без питания, получила у нас 3+, в отеле есть апартамент, очень-очень-таки уютненький, симпатичненький, и бассейн, все, питания нету, то есть есть кухня, есть супермаркет, который на территории отеля, пожалуйста, покупайте еду, готовьте, или выходите, или купите там бутерброды, на опять-таки побережье залива Красного моря, на променанди, полно баров, ресторанов, и на любой кошелек, на любой вкус можно, опять-таки, это из отель, это чисто, это качественно, ну, без пафоса, очень комфортный и уютный отельчик. Вот как-то так быстро старался вам все это рассказать, спасибо, что вы меня слушали, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте, если вспомните, пишите мне, я всегда рада помочь, добро пожаловать, приезжайте к нам отдыхать, получите массу удовольствия. Спасибо огромное. Что-то пишу сейчас. Вопросов, я понимаю, нету, ну, спасибо вам, что вы меня слушали, зовут меня, повторяя, Жанна Торбилов, всегда буду рада, если буду чем-то полезным. Спасибо еще. Жанна, спасибо еще раз большое за прекрасную презентацию, такую подробную. Коллеги, спасибо вам большое за ваше внимание. Повторюсь, вы были сегодня на презентации «Великолепный Израиль», поэтому будут ваши вопросы, запросы, пишите, будем рады ответить. До скорых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok